Второй тон добротолюбия Страница 371 Святого Ефрема Сирина О добродетелях и страстях Телесные страсти, пункт 6 Но человек не грешит ни одним грехом Если наперед, как говорит мудрый из подвижников Марк Не превозмогут над ним и не возобладают им сильные эти исполины То есть забвение, леность и неведение Их же рождается восстабеливая и покойная жизнь Привязанность к людской славе и развлечению А первоначальные причины и самая негодная матерь всему этому Есть самолюбие То есть неразумная привязанность и страстная приверженность к телу Разлияние и рассеянность ума Вместе со стрословным сквернословием Всякой вольностью и в речах и смехом Которая приводит ко многому худому и ко многим падениям Сверх того, надо бы знать, что обратившаяся в страсть славолюбие Весьма разнообразна И многое имеет видов, что многое удовольствие оботящее душу Когда не трезвенствует она перед Богом И не объемится страхом Божиим и любовью Христовую Озабоченное деланием добродетелей Ибо отовсюду представляются тысячи удовольствий Привлекающих в себе душевные очи И телесная красота, и деньги, и роскошь, и слава, и леность, и гнев И обладание, и любоначалье, и любостяжательность На обольщение наше доставляет нам удовольствие У которых взор светел и любезен Достаточно, чтобы привлечь к себе обвороженных всем его подобным И не имеющих в себе сильной любви к добродетели, но испытывающих трудности Всякая земная связь Всякая пристрастия к чему-либо вещественному Как бы ни было оно маловажно Пристращающихся производят удовольствие и приятные ощущения Хотя неразумно и впоследствии вредное И возделивательную силу души так сильно в этом порабощает Что покорившийся страсти лишением любимого Взвергается в раздражительность, в печаль, в гнев, в памятозлобие А если сверхпристрастие овладевает человеком Хотя небольшая привычка, тогда, увы Она делает, что плененный неразумным пристрастием до конца предается Ему по причине сокрытого в нем удовольствия Удовольствие похоти, по сказанному выше, многообразно И находится и без удовлетворения не только в блуде и других телесных наслаждениях Но и в прочих страстях И целомудрие состоит из том, только чтобы воздерживаться от блуда и от плоских удовольствий Но чтобы свободным быть от прочих страстей Потому корыстолюбец, требролюбец, любостяжательный, не целомудр Как один пленяется телесной красотой, так этот деньгами И последний еще в большей мере не целомудр Потому что не имеет равного с первым побуждением, которое бы нудило его требованиям самой природы Ибо не тот садник по справедливости наиболее называется неискусным Который не удерживает упрямого ирьяного коня Но тот, который не умеет управиться с конем смирным и послушным И из всего видно Что страсть к деньгам выше прочих и неестественна И побеждение воной заключается не в природе нашей Но в превратном произволении Почему кто преодолевается ей, тот грешит непростительно Поэтому надлежит нам ясно выразуметь Что славцолюбие не ограничивается одной блудливостью и телесными наслаждениями Но имеет место во всем, что любим по душевному произволению и при страсти Чтобы все из нее узнать нам в страсти Признали мы необходимым присовокупить и следующее Духа делится трех составно На силы мысленные, раздражительные и возделительные А грехи мысленные силы Суть следующее Неверие, верость, неблагоразумие, хула, неразборчивость, неблагодарность И соизволение на грехи, происходящее от красной силы в душе К увратеванию же и исцелению очей грехов Служат несомненная вера в Бога, истинные и непогрешительные догматы Постоянное изжитение словес Духа Следующее Кривоугодие, прожорство, пьянство, блуд, прелюбодеяние, нечистота, распутствие Корыстолюбие, возделение пустой славы, золота, богатства и плотких удовольствий К увратеванию же и исцелению от оных Служат пост, воздержание, злострадание, нестижательность Расплатение денег на бедных, стремление к будущим благам Желание царствия Божия, возделение, сыновление Десять Скажу теперь и о страстных помыслах, которыми приводится в исполнение всякий грех Всех порочных помыслов восемь Себоугодие, блуда, пребролюбие, гнева, чечали, уныние, всеславие, гордость Чтобы все эти помыслы тревожили или не тревожили нас, это не в нашей воле Но чтобы они пребывали или не пребывали в нас и возбуждали или не возбуждали страсти Это в нашей воле Но иное дело прирожение, иное сдружение, иное страсть, иная борьба, иное соизволение Приближающие к делу и уподобляющиеся оному, иное самодеятельность, иное племение Прирожение Есть простое напоминание, делаемое врагом Например, сделай то и то, как враг сказал Христу Богу нашему Скажи, чтобы камни сделали хлебами Это, как сказано, не в нашей воле Сдружение Есть принятие помыслов внушаемого врагом И как бы занятие им, и с удовольствием соединенное собеседование с ним, происходящее по нашему произволению Страсть Есть следствие сдружения, образовавшийся навык к помыслу внушаемому врагом И как бы постоянное о нем помышление и мечтание Борьба есть взаимное противление помыслов его ума, склоняящееся или к истреблению страсти в помыслим, или к соизволению на страстный помысл, как говорит апостол Плоть походствует на дух, дружа на плоть, а не друг другу противиться Пленение Есть принуждение и невольное увлечение в сердце, преобладаемого предубеждением и долговременной привычкой Соизволение Есть изъявление в помощи и согласия на страсть А самодеятельность – самое действие по соизволению страстного помыслу Кто своим противоречием и твердостью в самом начале отражает от себя первое, то есть приражение Тот за один раз притекает все остальные Истребляется в его угодье воздержанием Блуд божественной любовью и влечением к будущему Серебролюбие – сострадательность к бедным Гнев – добросердеться и любовью ко всем Мирская печаль – духовные радости Уныние – терпением Твердостью и благодарностью перед Богом В тщеславие – тайным деланием добродетелей, постоянной молитвой с сердечным сокрушением В гордость – тем, что никого не осуждать и не уничижать, подобно хвастивому хоритию Но посчитать себя последним из всех Таким образом, ум, освободившись от всех сказанных страстей И, вознесшись к Богу, еще здесь начинает жить жизнью блаженной Прияв залог Святого Духа и по отшествии отсюда С бесстрастием и истинным ведением Поставляется во свете Святой и Божественной Троицы Вместе с Божественными Ангелами Сияя во все беспредельные веки Душа, как сказано, была выше трех составных Потому что в ней три силы – помысл, раздражительность и возделение Если в раздражительности есть любовь и человеколюбие А в возделении – чистота и целомудрие То помысл светил А если в раздражительности человека ненавистничество И в возделении – распутство То помысл мрачен Разум, когда в страсте подчиненный ему Бывает здрав, целомудрен и светил Духовно созерцает соотношение тварей Божьей И возводится к Святой и Блаженной Троице Так же и раздражительность Тогда бывает в естественном движении Когда любит всех человеков Ни на кого из них не сетует И не помнит зла И возделение верно природе Когда воздержанием смиренно-мудрием И нестижательностью Умертвит страсти То есть плоткое удовольствие Влечение к корости И с проходящей славе Потому что возделение имеет Троякое стремление Или к пастским удовольствием Или к пустой славе Или к прелести богатству И по причине этого противного разума Стремление не брежет о Боге И о Божьих заповедях Забывает собственное свое благородство Ожесточается против ближнего Омрачает помыслом И не позволяет ему возвести взор к истине А кто приобрел высший образ мысли Тот еще здесь, как сказано выше Пискушает царствие небесное Начинает жить блаженной жизнью Ожидая себе блаженства Уготованного любящим Бога Которого досподобимся и мы Недостойные по благодати Христовой Надо обназначить, что в меру совершенства Какой бы то ни было добродетели Невозможно достигнуть тому Что в продолжении целой жизни С неустанимым трудолюбием Не стремится преодвести ее Деятельной и рачительности Это должно сказать о милости Не о молитве, о любви Или о которой угодно Из родовых добродетелей О мужестве, благоразумии, целомудрии И справедливости При непрерывности труда В исполнении добродетелей Надо обнастерегаться, чтобы не умалять И совсем не уничтожать истинные значения Допуская нехорошие цели Например, целовое коугодие Пустую славу и подобное И сверх всего этого в добродетелях Надо обна упражняться всегда С простудительностью Которая выше всех добродетелей И как бы некая царица И добродетель добродетелей Всем желающим преуспевать в добродетели И старающимся уклониться от греха Весьма необходимо знать еще Что поскольку душа несравненно выше тела Постольку и душевные добродетели Особенно же богоименные и богоподражательные Выше добродетели телесных Равно как душевные пороки Тяжелее и пагубнее телесных Как по своим действиям Так и по налагаемым наказаниям Хотя не знаю, почему Скользает это от разумения многих Пьянство, блудава, расслабить Диски к этим порокам Как таких, которые, видимо, многие Внушаются, они остерегаются Боятся и избегаются Но равнодушно смотрят на пороки Гораздо важнейшие Как душевная зависть Злопамятство, высокомерие Лукавцу И корень всех зов Сребролюбия И подобные этим пороки Пятое О борьбе с восемью Главными страстями вообще Страница 377 Знаешь, что есть восемь помыслов Которыми производится все худое Сривоугодие, блуд, сребролюбие, гнев Безвременная печаль, уныние Счиславие, гордость Они-то ведут брань со всяким человеком Ты же, если хочешь Препобедить сребоугодие Возлюби воздержание Имей страх Божий И победишь Если хочешь Победить блуд Возлюби Вденье и жажду Помышляй всегда о смерти Никогда не имей бесед С женщиной И победишь Если хочешь Препобедить сребролюбие Возлюби Нестежательность И нерасточительность Пятое Если хочешь Препобедить гнев Приобрети кротость И великодушие И содержи в мысли Сколько зла Делали иудеи Господу Нашему Иисусу Христу И однако За он как Словеколюбие Бог не гневался на них А напротив того Молился за них Говорят Хоть и отпусти Им грешки Не ведают Что творят Если хочешь Преодолеть Безвременные Печаль Никогда не Печалься О чем-либо Временном Но если тебя Язвят Словом Или беспокоят Или бесед Не печалься А напротив Того Радуйте Когда только Печалься Когда ты Грешишь Мы в этом Случае Соблюдаем Меру Чтобы не Впасть В отчаянии Не погибнуть Если хочешь Препобедить Уныние Займись Хотя ненадолго Каким-нибудь Рукоделием Или Читая Или часто Молись Если хочешь Препобедить Всеславие Не веди Похвал Ни почести Ни хороших Одесс Ни первоседания Ни Предпочтения Напротив Того Люби С тобой Порискали И бесчестили Возводя На тебя Лож И укоряй Сам себя Что ты Грешнее Всякого Грешника Если хочешь Препобедить Гордость Что не Делаешь Не говори Что делаешь Се собственными Своими Трудами Или Собственными Своими Силами Но Похистали Проводишь Левремя Вденье Писли на Голой Земле Поешь Лепсалмы Или Кладешь Много Поклонов Говоришь Благодаря Благодарить Господа Сел Благодаря 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 вам присыщенным ныне, ибо в жалчете. Сверх того невоздержны от неумеренности впадают сквозькие страсти. Почему благочестное и надлежащим образом надобно управлять телом? 40. Став по принятию утешения за тратеже, не ходи по теле, но безмолвуй в своей теле, потому что дьявол многих обольстил вином. Поэтому по принятию утешения быть в тежой теле и служат призраком бесстраша и развращения. В подобных собраниях совершается падение душ, особенно когда в бездействии бывает жезл настоятеля. Ибо кто не хочет обвозвать ум свой страхом Божьим, тому нужен человеческий страх, чтобы им удерживался он от бесполезного, подобно тому, как раб бывает целомудренным при строгости господина. Ты все употребляй простые и необходимые, чтобы ум его не огрубел в обедении, пьянстве, печали и житействе. Ибо одержимые подобной страсти и блуд ставят не в блуд и прелюбодеяние не в прелюбодеяние, и не отрекаются от всего того, что делают и жизни, и не ведущие Бога. Но все это совершают небоязненно, ничем не отличаются от свиней и грязи, не памятают ни о законе, ни о пророках, ни о самом Господе во человечестве, на разорении беззаконного греха. Не будь же пристрастен к мясам и к винотике, чтобы не сделать себе ум свой неспособным к принятию духовных дарований. Не слажайся банями, пьянами и множеством мяс, чтобы не впасть в себе в неодолимые опасности по грехам в чем-либо важном. Не слушай совета самоугодливых людей, которые сделали себя рабами слева и простей. Многое день и многопитие в настоящем только имеет приятность, а на следующий день оставляет в помощи неприятность и расслабление. 45. Монах не останется долго на одном месте и не найдет в себе успокоения, если не возлюбит прежде молчание и воздержание. Ибо молчание учит безмолвие и постоянные молитвы, а воздержание делает помысл неразвлекаемым. Наконец, приобретшего это, ожидает мирное устроение сердца. Не превращайся насыщением свела и не пивайся вином, в котором есть блуд. Ни в чем нет себе пользы, кроме одного – исполнять воли Божию. 46. Знай, что в какой мере греет кто на беду себе плоть свою, в какой мере умножает в себе страсти. И, наконец, душа, обремененная худым навыком тела, делает все бесплодное. Поэтому Спаситель говорит, «Внимайте себе, да не опечаются сердца ваша объедением и пьянством и заботами житейскими». А тому и апостол говорит, «Умертляй тело мое, порабощая, дабы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным». Если же кто принуждает себя к делу Господне, то в такой же мере и тело его делается сильным, и душа просветляется. Как борец постоянно проводит время в телесных упражнениях, чтобы приспособить тело свое к искусству борьбы, как и подвижность благочестия, должен упражняться во всяком добром делании, как говорит апостол. «Обучай себя ко благочестию». 1 Тимофеевич 4.7. 6. Б. «О борьбе с блудной страстью». 48. «Скластолюбивый при встрече женщин делается весело и привлекается красотой их. Челесная добросветность вводит его с ума, восхищает благообразие лица, чаровывает статность сана, и в беседах женщина мечтает он от удовольствия. При воспоминании виденного походливо мечтает, живо представляя его мне женские лица, страстное их выражение, обворожительные улыбки, мановение очей, нарядность одев, мстилые речи, сжатие губ. С мужчинами ему скучно. 49. А если увидит женщин, проспекляется, бегает сзад и стерёд, чтобы оказать свои услуги, тогда откуда берётся у него и голос в тени, умение сказать острое слово, посмеяться и показать себя занимательным и приятным? 50. Не позволяй глазам своим блуждать туда и сюда, и не всматривайся в тизую красоту, чтобы с помощью глаз твоих не низложил тебя противник твой. 50. Укоризна, монаху, блуждаящее око. Блуждаящее око причиняет много скорбей тому, кто следует за ним. Если не воздержишься питания от тей, то не проложишь прямых, не проложишь прямых физей целомудрия. Если возлюбишь воздержание, то облуждаешь демона блуда. 51. Кто питает плоть тела своего, тот питает злые похоти, и срамные помыслы не оскудеют у него. 52. Кто обуздывает волчи свои, тот сделается лёгким. А у кого взор блуждает, тот соберёт на себя бремя. Ибо сказано, парение похоти применяет ум незлобивый. 53. Если по увлечению дашь глазам воле смотреть на суету, то скорее останови их, чтобы не впасть в травмоту плотоугодия. 55. При распалении плоти не касайся тела, чтобы не произвести сильнейшего распаления. Будь внимателен в себе, монах, будь внимателен, встречаясь с женщинами. 56. Бегаясь в дни и угрызающей тело, более бегаясь с женщиной, которая угрызает душу. 57. Кто занимается красотой женщины, тот в душе своей наслажданно создает пожелание красоты её. 58. А кто замедляет у дверей дома её, тот уподобляется идущему по льду, потому что недалеко от него поползновение. 58. Кто два борца, то монах в обществе с женщиной. 59. Но трезвенность уберёт корости, а сам не будет окраден. 60. Не склоняй слуха своего к рычам срамным, чтобы не отвернился ум твой. 60. Как дым, а тям. 30. 25. 20. Так и срамное слово вредно душе. 60. Если беспокоит тебя дух блуда, запрети ему, говоря, Господь, да истребит тебя исполненный зловоний без нечистоты. 61. Ибо знаем сказавшего, мудрование плотские суть – вражда против Бога. 61. Всякий, кто любит чистоту и целомудрие, делается храмом Божиим. 62. Кто храм Божий расплит, расплит этого Бог, говорит Божественное Писание. 63. Как ту, сильно протився демону блуда, никак не соглашайся увлечься таким помыслом. 64. Потому что от искры много бывает уголей, и от худой мысли умножают на худые пожелания. 64. Старайся истреблять воспоминания о них, более зловония, тимного. 64. Как благоухание веселит обоняние, так и душ святой увеселяется чистотою и обитает в человеке. 65. Страница 384. Второй том «Добро то любви» Ефрема Сирина. 65. Как свинье приятно валяется в грязи, так и бесы находят для себя приятность в блуде и нечистоте. 66. В чистоте обитает великий свет и радость, и мир, и терпение. 67. А в блуде обитает печаль, уныние, ненасутный сон и густая тьма. 67. Возлюби, монах, чистоту в любви Христовой. 68. Она также прилична житью твоему, как плотнику приличный иметь в кобель. 69. Один монах, терпя от блуда, запрещал бесу, говоря, 69. Иди во тьму, сатана! Разве не знаешь, что, хотя я не достоин я, однако заношусь в плены Христовы? 69. И точно, мгновенно прекращалось распаление, как будто кто дуну погашал в светильник. 69. Почему он сам в себе удивился этому и прославлял Господа? 69. Для чего с такой небоязвенностью любишь наряжать тебе? 70. Послушай, что говорит апостол. 70. Плохо ты, юных, убегай. 71. Разве не знаешь, с каким врагом борешься? 71. Разве не знаешь, как тяжко быть сетей для другой души? 71. Как не размыслишь, какой гниль, какое тление наследует делать все подобные дела? 71. Желательно мне сделать тебе известным, что если внешний человек инаряден, 71. Но жилище души осквернено, то красота его не замедлит повредить. 71. А если преодолеваешь душевную красоту, то из этой красоты, из этого света и зальется нечто и на внешнего человека. 71. И такая красота бывает постоянно. 71. Кто украшает одежду свою и наполняет чрево свое, тот потерпит много браний, а трезвенно и страшен противником. 71. Если во время работы потревожит тебя дух блуда, не обленись простереть руки свои на молитву, и молитва веры противостанет за тебя. 72. Подавляй тебе похоть, пока она не подавила тебя, потому что покоряющихся ей приводит она в одно адово. 73. Люби мир и святыню чистоту, чтобы сподобиться узреть лицо Господа Бога. 73. Удерживайся, брат, от шуток, чтобы не сделали они тебя бесстыдным. 74. Бесстыдство же есть матерь непотребство. 75. Не ходи в теле купивающимся, чтобы не погубить тебе внезапно богатство целомудрия. 75. При воспламенении теле похоти приводи тебе на память, на мысль неугасимый огонь и нескончаемого червя, и точно сугаснет рождение членов. 76. Иначе, расслабев, будешь побежден и станешь раскаиваться, и обымет тебя огонь скорби и раскаяния, и привыкнешь грешить, хотя будешь раскаиваться. Субтитры сделал DimaTorzok